Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Хочу вам напомнить, что у меня появился второй канал, который называется «Галинка-малинка. Звездные истории». На этом канале я рассказываю о звездах шоу-бизнеса, о звездах, а также о блогерах, о публичных людях, всякие разные истории интересные. Заходите, подписывайтесь. Ну и, конечно же, огромное спасибо всем тем, кто подписывается. Если что, комментарий на ссылку будет у меня, вернее, ссылка на канал у меня на новый будет в закрепленных комментариях. Надеюсь, вы меня поняли. Ну что ж, мои хорошие, а мы медленно, но верно продвигаемся к Колесниковым. Там хотя бы что-то началось. Какое-то движение, слава богу, потому что мне уже надоело тянуть ролики Колесниковых просто за уши. Да-да, если бы я была бы такой же тухлой, то, конечно, все бы давным-давно бы уже стухло. В общем, да. Ура, товарищи! Ура! Я могу прокричать действительно ура. Неужели это случилось? И многодетная семья захотела есть. Слава богу, случилось это спустя практически три недели. И приехали, доехали Колесниковы благополучно в свой любимый светофор. Цель колес – сметана и свинина. Ну, я так понимаю, прекрасно, если, опять же, их устроят цены, конечно же. Сколько раз мы с вами наблюдали. Помните, ребят, как они подходили, а вот в большом гипермаркете Магнит, да, к витрине с мясом. Ну, смотрели, и Леша говорил, да-да, надо же, уже столько стоит, столько стоит. И потом шел, да, не брал мяса, не брал свинину. Зачем кормить детей мясом? Они ж, типа, не любят ничего вкусного. И шел благополучно, покупал себе какие-то непонятные бутылки со сгущенкой, которые потом просто, в общем, да, огромное количество семечек, ну и так далее. Да, кстати, Света по такому случаю даже натянула очки. Я так понимаю, это для того, чтобы, помните, как в красной шапочке. Зачем тебе, да, такие большие уши, чтобы тебя лучше слышать? Ну, а у Светы вот эти вот натянула очки для того, чтобы лучше видеть цены. Не знаю, чем ей это поможет. И вообще, в принципе, нафига ей очки, когда, знаете, все зависит от Лехи. Что он сказал, то они и возьмут. Поэтому можно, Свет, тебе очки и не надевать, в принципе, ни к чему они тебе совсем. Ну и вот не успели они войти в этот светофор, увидели арбузы в этой сетке и тут же стали говорить, ничего себе, 15 рублей за килограмм. Тут, если честно, я тоже чуть с кресла не упала. Я вот как раз-таки поедала в этот самый момент, когда их смотрела. Арбуз, правда, прекрасный, вкусный, сахарный. Так вот, это, конечно, ребят, очень дешево. Если честно, я даже не знала, что такие цены существуют. Хотя в нашем городе огромное количество светофоров и маяков. Ну что ж, я могу сказать, что это действительно дешево, потому что даже в федеральных сетках таких вот пятерки и магниты там 25-30 рублей за килограмм. Но мы все равно покупаем не в магазинах таких, а мы берем на рынках. Там, конечно, значительно дороже. 45 за килограмм у нас арбузы, но они вкуснейшие. Они красные, они сахарные, они просто обалденные, как на юге, к которым я привыкла. В общем, да. В итоге решили, знаете, сыграть. Ну, по мне, опять же, это мое мнение. Колесникова решили сыграть на камеру и взять арбуз. Плюс аж целых две штуки на такое семейство, чтобы доказать, что все те арбузы и дыньки, которые они, ну, якобы, типа, да, их не только угощали, плюсом они еще и покупали вроде как на свои кровные. Ага, а мы такие дураки прям так им и поверили, что они все бы это покупали или им бы кто-то из соседей давал, угощал каждый божий день. Конечно же, обычно все так люди и делают. Опять ищут самый дешевый порошок, потом, как всегда, Света купит самый дешевый и будет жаловаться, что он нифига ничего не отстирывает. Как всегда известно, скупой платят дважды. Даринка захотела некую копеечную куклу, но папа Леша сказал, мол, ты чего, какую тебе куклу, ты глянь на лицо этой куклы, словно она арбуза переела. Леш, ну, ты меня извини, конечно, уж если так тыкать пальцами, да, стоит глянуть на твое лицо, на твои впалые глаза, в темноте тебя можно смело принять за графа Дракулу, и это будет абсолютно вот действительно нормально испугаться и все, и убежать, да. Я все понимаю, Леши лишь бы ничего не покупать, Леши лишь бы ни на что не тратить деньги, особенно на, так скажем, какие-то желания и хотелки для своих собственных детей. Но, с другой стороны, если честно, я здесь бы тоже согласилась, и я бы тоже Дарине не стала покупать никаких кукол, потому что, ребят, вспомните, какое количество кукол им дают, дарят, да, присылают и так далее, да. Игрушек у них много, всяких кукол очень много, они поиграют совсем чуть-чуть день-два, и тут же ничего дети не ценят, тут же все это рвут, ломают, бросают, все это у них валяется по двору и так далее. Поэтому смысла, действительно, я бы тоже не видела и тоже бы им никаких кукол не покупала. Вот, понятное дело, что все это у них благополучно есть. Анжела с Настей, знаете, как самые настоящие почтальоны, да, обе с сумками и опять вот эти сумочки у них наперевес, то, значит, вот я просто смотрю на то, как они одеты. Особенно меня вот удивляет просто Анжела, все же она самая старшая из сестер, да. Ходит по дому, ходит по огороду в нормальных вещах, но вот как только она выезжает в город, почему-то она напяливает на себя вещи, которые ей категорически вообще не подходят. Ну, особенно это касается Анжелы, да. Вспомните, вспомните, красный костюм, джинсы, она все это затаскала у себя во дворе, в огороде, да. Но как только выехала в город, просто вот одела непонятно что. Дарину, кстати, постоянно папка хотел засунуть в тележку, дабы она ничего не хватало и ничего не хотела. Ну, а вообще, в принципе, все дети крутились вокруг папы, понятное дело, им хотелось сладости, им хотелось вкусняшек, им хотелось сыра и многого другого. Вот обычных детей не заставишь все это дело есть, а здесь дети все это хотят, и коктейли, и лимонады, и так далее. Но папка всем, я всем просто отказывал, говорит, нет, нам этого не надо. Конечно, Леш, если ты будешь покупать детям то, что они хотят из продуктов, то у тебя не будет оставаться денег на всякую хрень, которую ты заказываешь со всяких разных сайтов. Тебе надо, а детям вкусняшек, конечно же, не надо. Зачем? Вот зачем, я все время думаю. На кой черт они едут в магазины всем табором? Если в любом случае один Леха решает, что брать, а что не брать, да. Ну, вы знаете, самое смешное в этом, конечно же, самое смешное в этом света, которая ходит вот просто горе хозяйка и спрашивает у своего мужа, а мы это будем брать? А мы это будем брать? А мы это будем брать? Я в шоке. Блин, ну ты ж хозяйка, тебе же с этого готовить. Не он будет готовить, а ты будешь готовить. Какого ляда ты у него спрашиваешь, брать или не брать? Бери, тебе кормить все семейство. Нашли, кстати, мясо, мясо нашли, дошли до мяса, нашли мясо индейки. Почему решили его взять? Потому что поняли, что недорого, значит, надо брать. Причем Леха сначала сказал, о, это какие-то, говорит, отходы, говорит. Ну, в общем, да. Отходы, но решили, надо брать, потому что все это недорого, все это дешево. В итоге взяли голень индейки, ножки вот эти вот самые, да. Анжела стала расспрашивать, что это такое за зверь. Я, если честно, даже не обратила внимания, когда Светка там выкладывала, вернее, собирала это все в пакет. Решили взять по количеству людей в семье, то есть каждому вот по ножке, по голени. Я не видела, ребят, я не смотрела в этот момент. Я, как бы, да, так вот, занималась другими делами. Да, Анжела стала спрашивать, что же это такое за зверь индейка? Ну, а Света вроде как сказала, что мы такого ни разу не пробовали. Да, что же это за такой зверь, которого они еще не ели? Мне, конечно, смешно, блин, дожить до таких лет и ни разу не пробовали индейку. Очень-очень удивительно. Далее стал Леша расспрашивать своих детей, а сумеют ли они осилить по такой огромной ножке. Знаете, вот по мне он словно просто поиздевался, да. Дети тут же закричали, что да, конечно, мы все это дело осилим. Понятное дело. Понятное дело. Детей кормят, Бог знает как. Детей практически не кормят ничем нормальным, да. Кто после этого будет говорить, что и убеждать, что их дети не любят мясо, не любят курицу? Конечно же любят. Просто их мясом редко, крайне редко кто-то кормит, потому что они экономят. Знаете, вот честно, по мне вот этот весь поход в магазин был исключительно для того, чтобы замылить глаз зрителям. Особенно своим хомякам, чтобы они не спрашивали, почему же вы перестали показывать то, как вы ходите по магазинам и покупаете продукты. Ведь раньше вы все это делали, а сейчас продукты вроде как у вас есть, но вы не показываете, не пилите контент, не показываете, как вы все это дело покупаете. В общем, я считаю, что да, действительно, это все было для того, чтобы пустить пыль в глаза и показать, что мы все продукты покупаем. Ну, нет, мы в это в принципе не верим. Ну, а вообще, конечно, смешно реально, когда папка в очередной раз решает, кому что купить, кому что не купить. И это всего-навсего, друзья мои. Это не какие-то, знаете, предметы роскоши, да. Это не машины, это не дорогие велосипеды, это не дорогие гаджеты, это не дорогая одежда. Это всего-навсего необходимые продукты, в которых он почему-то отказывает своей семье. Посмотрите, как он, бедный, несчастный, соизволил, да, разрешил купить кусочек сыра. Ну, я уверена, только потому, что ему самому захотелось кусок вот этого сыра. Что для них этот кусок сыра весом в 300-400 грамм? Конечно же, ничего, понятное дело. Ну, и в конце, в общем, да, купил еще там соусы. Ну, что я могу сказать, Леша, как всегда, живет исключительно для себя. Друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор на канал Семьи Колесниковых. Естественно, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, прекрасных выходных. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну, и, конечно же, всем, кто подписывается на канал, всем огромное спасибо, всем, кто ставит лайки, и всем, кто пишет хорошие комментарии. Все, всем пока. Спасибо.